Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Меримасаналы. Правозащитники бьют тревогу о том, что в Кыргызстане в последнее время растет число женщин, подвергающихся домашнему насилию. Вместе с тем, различным видам насилия подвергаются и женщины, которые уехали на заработки за пределы страны. Судьба 28-летней Нурзат похожа на многие судьбы молодых женщин в Кыргызстане. В 18 лет ее украл малознакомый человек. Меня украл парень, который жил в соседнем селе. Родители тоже не стали меня забирать. Как говорят кыргызы, камень тяжел на том месте, где упал. Я осталась в этой семье. Этот парень мне совсем не нравился. Осталось, чтобы не было слухов. Не было никакого желания жить с этим человеком. Он длился, что у меня не было к нему никаких чувств. Однажды он ударил меня, потом стал бить. Мы жили вместе с его родителями. Умк-Кыргызов говорят, что в семье такое бывает. Все образует и надо иметь терпение. Они мне тоже так говорили. Через 4 месяца, когда я уже не имела сил все это терпеть, я решила уйти. Таким образом, Нурзат, выйдя замуж за малознакомого человека и к тому же подвергаясь насилию с его стороны, решила уехать в столицу. Но бывший супруг Нурзат ни разу не сделал попытки вернуть ее обратно. Она не смогла продолжить учебу, так как была отчислена. Работать тоже не могла. В результате впала в глубокую депрессию. Чтобы забыть обо всем, она уехала в Россию на заработки. Но, убегая от насилия одного человека, она столкнулась с насилием другого. Как и все остальные, я тоже поехала на заработки в Россию. Устроилась на работу в кафе развлекательного центра официанткой. Там наш работодатель был по нации армянином. Он был очень грубым человеком. В один день, когда уже все начали уходить, он начал ко мне приставать. Я стала оказывать сопротивление. Он меня ударил, а потом начал пинать. Я ходила терпела, так как никого рядом из близких не было. Не могла никому пожаловаться. Да и идти мне было некуда. И это продолжалось много раз. Я все терпела. Когда я об этом сказала старшим женщинам, с которыми вместе работали, они мне ответили, что это привычка хозяина. И с ним ничего никто не может поделать. Мне сказали, что он обращается с девушками, как того захочет. Как я слышала, все проблемы он решал деньгами. Нурзат никому не говорил о том, что с ней происходит. Не стала защищать свои права и не обращалась к правоохранительным органам. Трудовых мигрантов из Кыргызстана, которые уехали на заработки в другие страны, на сегодняшний день насчитывается около 1 миллиона. Большинство из находящихся в России, по информации Федеральной миграционной службы РФ, в стране работает около полумиллиона мигрантов из Кыргызстана. Около половины из них – женщины. Среди них много тех, кто сталкивается с рабским трудом, страдает от националистов. В последнее время также увеличивается количество женщин, которые подвергаются так называемым «национал-патриотам» из Кыргызстана, которые якобы контролируют их поведение. Группа молодых людей из Кыргызстана, которые выступают против того, чтобы девушки из Кыргызстана встречались с парнями других национальностей, появились в Москве в 2012 году. Они размещают в интернете видео с голыми девушками, которых жестоко избивают и допрашивают относительно их поведения. Первый такой факт имел место в городе Екатеринбурге. На видео запечатлено, как девушку по имени Сапаргуль бьют и допрашивают около 10 молодых людей. Впоследствии ни один из них не был задержан правоохранительными органами. Под такого рода преступлением также никто не был привлечен к ответственности. Только в сентябре текущего года один из тех, кто издевался над девушками, был задержан. 28-летний парень, обвинив девушку в том, что она встречалась с парнем другой национальности, раздел наголо и снял на видео. Он шантажировал её тем, что если она обратится к кому-либо, то выложит данное видео в интернет. После того, как его задержали, он сказал следующее. Девушка, с которой я встречался, написала заявление на меня в полицию. Вчера мы с ней виделись, и когда она уходила, я ей сказал, у тебя нет желания встречаться со мной, у тебя есть узбеки, к ним и уходишь. Потом крикнул и спросил, что она сказала полиции. Вторая моя вина в этом. Мы с ней переспали, но встреча состоялась по обоюдному согласию, ведь мы с ней были в хороших отношениях. По информации пресс-секретаря МВД Кыргызстана Баката Сиитова, уголовные дела по данным преступлениям кыргызстанцев, совершенных на территории России, следственные мероприятия будут проводиться представительством МВД Кыргызстана в России. По всем преступлениям, которые совершаются гражданами Кыргызстана или наоборот по отношению к ним, следствие проводится в тесном взаимодействии с МВД России. Если мы обнаруживаем информацию о видеозаписях, то мы направляем их туда для проведения следствия. Своевременно было возбуждено уголовное дело. Мы проводили совместно с МВД России следственные мероприятия, и нашими сотрудниками было оказано необходимое содействие. Рассказал он. По словам представителя Центра по оказанию помощи мигрантам Таяныч Тамара Асамбековой, в большинстве случаев девушки не знают своих прав и предпочитают молчать об их нарушениях. Многие из тех, кто подвергается насилию, не могут защитить свои права. Главная причина кроется в том, что они не знают своих прав. Во-вторых, многие из них приезжают заработать на жизнь с нарушением законодательства Российской Федерации. Работают без надлежащего оформления документов. В результате они не могут обращаться к правоохранительным органам. Многие из них едут сразу же после окончания средней школы, не подготовленные к жизненным обстоятельствам. К тому же они испытывают большие трудности из-за незнания русского языка. В-четвертых, менталитет крыговских женщин очень сложный. Сколько бы они не подвергались насилию и не нарушались их права, они стараются, чтобы об этом никто не знал. Считаю, что об этом народ не должен знать. Это постыдное дело. Как будем смотреть в лицо людям? Это основные причины нарушения их прав. Как отметила Тамара Самбекова, недостаточно организаций, которые могут оказать своевременную правовую и психологическую помощь тем, кто подвергается насилию. В большинстве случаев те, кто приехал из других стран работать в качестве трудовых мигрантов, избегают обращаться к соответствующим службам стран пребывания. Причином такого поведения являются проблемы языка, статус мигранта и другие. В 2010-х годах ряд общественных фондов России поднимали вопрос об открытии кризисных фондов для мигрантов, подвергающихся насилию. В связи с недостатком финансирования такие инициативы остались нереализованными. Об этом невозможно забыть. Когда подвергаешься насилию, жестокости, сколько бы ни старался об этом забыть, делать это невозможно. Это очень меня изменило с психологической стороны. Я бы хотела сказать девушкам, чтобы они знали свои права. Они имеют право обращаться в милицию, написать заявление, рассказать обо всем, как было. Нельзя никогда скрывать, дает себе. Не надо стыдиться, надо защищать свои права. Эксперты предупреждают, что если права женщин не будут соблюдаться неправительственными международными организациями, кыргызской диаспорой и, главным образом, со стороны государства, то данная проблема может превратиться в национальную трагедию. Материал специальный для IWPR подготовила Айгуль Алмазбекова. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR, Радиоинститута по освещению войны и мира, следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся. Продолжение следует...